В белоснежном обрамлении холодной беспристрастной зимы пёстрые картинки из миров шоу-бизнеса, кинематографа и развлечений кажутся ещё более красочными и обжигающе привлекательными. Программа «Арт-навигатор» не может отказать себе в удовольствии немного погреться у этого негасимого светила и прямо сейчас отправляется в путешествие по его самым горячим и сверхактивным точкам. Меня зовут Анна Ельникова, рада приветствовать всех на канале «Арт-Ти-Виаре». Практика показывает современному кинозрителю не страшны ни снег, ни дождь, ни слякоть. Единственное, что его может остановить, это отсутствие выбора. На прошлых выходных к киногонке подключилось несколько новых премьер, которые, безусловно, стали главной наживкой для зрителя и наживой для создателей. На очереди тройка фильмов-лидеров кинопроката по Северной Америке. Третье место захватил «Механик». Очередная порция – погонь, перестрелок, мордобоев, разнообразных киллерских наворотов и хитроумных планов по уничтожению объектов. Этот стандартный экшен-набор в ленте выглядит весьма зрелищно, реалистично и ко всему разбавлен элементами скромной драмы. Однако о глубокой лирике речь в данном случае вести сложно, потому что каменное лицо Стэтхэма, как вы понимаете, не слишком-то приспособлено для отображения душевных мук и терзаний. Вместе с тем он обладает уникальным умением, которому позавидовал бы сам Стивен Сигал. Снова и снова, снимаясь в предельно однотипных боевиках и абсолютно не меняясь внешне, он тем не менее остается востребованным актером, чьи фильмы упорно прорываются в кинопрокат. Однако надо отметить, что у его постоянства есть все шансы изрядно поднадоить зрителю в самом ближайшем будущем. В свою очередь режиссер Саймон Уэст, являясь автором таких картин, как «Воздушная тюрьма» и «Лара Крофт», за 13 лет умудрился докатиться до шаблонного боевика, идея которого проста и стара как мир. Тем не менее, ценители жанра будут полностью удовлетворены. 12 миллионов долларов и третье место. В то время как мужская часть зрителей, уверенной походкой, отправились на «Механика», их спутницы дружно просеменили на очередной рум-ком «Больше чем секс», который на этот раз опустился в бокс-офисе на второе место. В последнее время популярный обычный жанр переживает некоторый кризис. В то время как производственные затраты возрастают, сборы по большей части остаются заурядными, изредка чередуясь с полными провалами. В свете этого касса новой ленты, бюджет которой составил всего 25 миллионов долларов, была воспринята как манна небесная. Если не брать в расчет новую трилогию «Звездных войн», это был также один из лучших стартов в карьере Натали Портман, уступившей только картине «В значит вендетта». В соответствии со всеми традициями жанра, лента до упора забита романтичными штучками и бесконечными сентиментами. Отзывы критиков были средними, но первая реакция аудитории вышла достаточно позитивной, в частности со стороны молодежи. На второй неделе проката в карман ленты зритель положил еще 14 миллионов долларов. Второе место. В аналогичный уикенд год назад Чарт возглавлял пресловутый «Аватар», собравший за седьмую неделю 30 миллионов. В этом году на верхушке бокс-офиса состоялся, скорее всего, одноразовый обряд. Новый мистический триллер, снятый по мотивам одноименного романа Мэтта Багли. Лента, как и книга, основана на реальных событиях и рассказывает о скептически настроенном студенте-семинаристе Майкли Коваке, который против своего желания посещает школу экзорцистов в Ватикане. Там в Риме он встречает священника, отца Лукаса, который открывает ему темную сторону его веры. И вновь пугает зрителя актер, который наверняка обладает некими чарами, в частности, навыками гипноза, поскольку от него невозможно отвести глаз. Великий ужасный Ганнибал Энтони Хопкинс. Еще один бесспорный аргумент в пользу фильма – это его режиссер Микаэль Хавстром, который в свое время снял неплохую экранизацию Стивена Кинга, фильм 1408. Несмотря на то, что командует обрядом столь выдающейся киноличности, сама лента подверглась яростной критике, которая прошлась по всему, кроме самого Хопкинса, согласившись, что ему ужасно идут дьявольские рожки. При всем маскараде этот шабаш, хоть и прорвался на первое место, не сумел изгнать из карманов зрителей больших богатств. 15 миллионов долларов в кассе – и первое место. Эта игрушка уже вышла в Японии в конце прошлого года и сейчас на всех скоростях подбирается к западу. Яркий и захватывающий ролевой экшен-слэшер с видом от третьего лица – Trinity Souls of Zeal All. Это новая игра в знаменитой вселенной Z-All, которая зародилась в 1999 году в форме обычной фантазийной RPG. Волшебный антураж игрушки прекрасно соответствует общей эпической задумке разработчиков. На пути вам повстречаются необычные противники, родом из древних мифов разных народов. На правах главных героев в Trinity числятся всего три персонажа. Нелишенный магических способностей Arius, быстрая и ловкая Селена, большой и сильный Дагда. Каждый из них наделен уникальным стилем боя и спецприемами. Они могут практически все – сокрушать орды врагов направо и налево, пренебрегать законами левитации, поднимать посредством ментального усилия тяжелые предметы и мастерски обращаться с холодным оружием. Главная особенность игры – это переключение между действующими персонажами в режиме реального времени – в момент схватки. Для успешного прохождения Trinity вам понадобятся все три героя. Эта игрушка однозначно придется по душе любителям брутальных массовых побоищ. Релиз игрушки запланирован на 11 февраля. Представляем первый том собрания сочинений одного из наиболее ярких и необычных явлений в мировой литературе 20 века, выдающегося японского писателя Акутагавари Носке. В первый сборник «Ворота Росимон» вошли новеллы, написанные в ранний период творчества писателя с 1914 по 1920 год. Главной темой произведений Рю Носке, написанных с тонким вкусом и юмором, всегда были бесконечная вселенная духа и тайны человеческой психологии. Акутагавари Носке – это, пожалуй, самый противоречивый писатель, чья короткая жизнь оставила неизгладимый след в литературной жизни не только Японии, но и всего мира. Советом обратить внимание на книгу, известную во всем мире, английского писателя Паллома Гренвилла Вудхауса. Роман «Любовь среди кур». Для настоящего таланта, как и для проведения, нет преград. Судьба использует любую возможность, чтобы разжечь любовь в молодых сердцах. И даже куры тому не помеха. Автор, не теряя даром ни строчки, с присущим ему юмором, описывает красочные картины падений и взлетов обитателей куриной фермы. Паллом Гренвилл Вудхаус начал писать в юношеские годы, пробуя свои силы в различных жанрах. К фарсу, прославившему имя, он обратился в 1910 году. Семь лет спустя, когда был опубликован сборник рассказов, человек, у которого было две левых ноги, на свет появились его самые популярные персонажи – аристократ Берти Вустер и его неотразимый слуга Дживс. В 1975 году королева удостоила Вудхауса рыцарского звания. Все мы, будучи в той или иной мере жертвами или пауками во всемирной паутине большой человеческой любви, с вожделением думаем о приближающемся празднике любви и неутоленных страстей. Для кого-то он станет актом возмездия, а для кого-то – первым признанием. Как бы то ни было, оставайтесь в хорошей форме, чтобы в День Святого Валентина провернуть любовную аферу века. Желаем вам вдохновения и хороших выходных. До встречи через неделю. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»!